Восемь лет назад, когда я вернулся после учебы в Бишкек, я верил, что у меня ждет очень много возможностей в этой стране. Ну с тех пор много в чем я успел разочароваться. Но раз я здесь, значит продолжаю в это верить. Вы знаете, мы очень много критикуем нашу страну, но по-моему она все еще остается страной возможностей. Давайте попробуем сегодня попутешествовать по идеям, поразмышлять о том, какие эти возможности могут быть. Начнем с простого примера. Один младенакомый, когда первый раз побывал в Париже, он к этому времени очень долго готовился к Парижу, очень долго мечтал там побывать. Потом очень долгую очередь выставил на Эфилеву башню. Пожалуй, если света будет меньше, вы, наверное, увидите лучше эту красивую картинку. Эта картинка очень красивый вид с Эфилевой башни, которую увидел некий художник. А вот мой знакомый увидел еще меньше в этой картинке, потому что он как только поднялся на Эфилеву башню, первое, что сделал, сплюнул с нее. Второе, что он сделал, он подбежал к своим друзьям, спросил, успел снять? Почему это было важно для него? Потому что он собирался вернуться и рассказать своим друзьям о том, как он плевался на Эфилеву башню. Когда я услышал эту историю, это меня немного покоробило, и я думал, что же меня так коробит. Наверное, вопрос не в этике этого поступка или в каких-то других мелких вещах. Что-то более значимое меня беспокоило. Потом я наткнулся на вот эту фразу. Эллион Рузвельт однажды, оказывается, сказала, что великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей. Все, что мы любим сейчас, все, благодаря чему мы сейчас здесь, почему у нас есть кондиционирование, этот красивый экран, этот проектор, все это было создано людьми, которые обладали большим умом, людьми, которые умели видеть идею внутри всего, что происходило с ними. Для меня это высказывание выглядит как матрешка. Почему? Потому что, ну, самая маленькая матрешка можно представить мелких людей, которые обсуждают только людей. Среднее, соответственно, событие, большая матрешка — это большие умы. Почему это матрешка? Человек, который обладает большим умом и видит идеи, он может обсуждать и людей, и события, и видеть этих людей и события, но за этим он видит нечто большее. Человек, который видит только людей, общается только о людях и разговаривает только о людях, проще говоря, сплетничает. Он не будет видеть идеи, он не будет видеть развитие. Давайте об этом чуть поподробнее сегодня. Мне очень нравится вот эта история. Мне ее один фотограф в Бишкеке рассказал. Это эмблема короля солнца. Знаете такого? Ну, король солнца — это Людовик XIV, во Франции очень известный король. К нему очень разные отношения. Но даже люди, которые его не любят, признают, что этот король был верхом тактичности и вежливости. Так вот, этот король однажды услышал, что некий герцог, предположим, манджуйский, превосходит его в такте, пригласил этого герцога к себе на обед. Они пообедали, они погуляли по саду Тюйдри. Королю очень понравился этот герцог, но выходя из сада, случился очень интересный казус. Они должны были сесть в карету, подошли к карете, оказалось, что король на один шаг впереди. Как тактичный человек, король взял и открыл дверцу, а герцог взял и сел, зашел в карету. Вся свита была в шоке, потому что пройти в карету вперед короля — это неслыханная дерзость. Но меня в этой истории радует то, что король увидел в этом не наглого подданного, не идиотский поступок, он увидел в этом идею. А идея очень простая. Такт — это умение не создавать сложности. И поэтому этот герцог был не просто не был наказан, он стал другом короля. Что это? Кто видел? Оказывается, в зале есть люди, которые бывали здесь. Это тюремная камера, в которой 18 из 27 лет за решеткой провел Нельсон Манделло. Почему мне интересен Нельсон Манделло? 27 лет в тюрьме Нельсон Манделло мог мечтать о том, чтобы отомстить белым. Мог сокрушаться по поводу того, как жестока жизнь по отношению к нему. Недавно был проведен опрос во всем мире, спрашивали людей, кто из ныне живущих является самым уважаемым человеком. И самым уважаемым в мире оказался Нельсон Манделло. Наверное, потому что 27 лет в тюрьме Нельсон Манделло думал не о том, как отомстить. 27 лет он осознавал ужасы расизма. И когда вышел из этой тюрьмы, боролся против расизма и белых по отношению к черным, и черных по отношению к белым. Он сумел примирить свою нацию. Почему важно говорить об этом? Почему такая примитивная мысль вдруг вам сообщается на TEDx? Очень важно говорить об этом, потому что от того, сколько людей, какой процент людей у нас в стране будет обсуждать идеи, зависит, каким будет наше общество. Общество, построенное на людях, которые только разговаривают о людях, соответственно, общество построено на связях между людьми только. Ну, в частности, например, на родственных. Это, например, кастовое общество. Кастовое общество — это классический случай. Не важно, какой ты, не важно, гений ты или идиот, важно, чей ты сын. Ты родился неприкасаемым, не важно, что ты Эйнштейн, всю жизнь ты пробудешь неприкасаемым. Саакашвили во время своего визита в Бишкек, во время встречи в Аутсал, запомнился мне тем, что рассказывал о демократии как о социальной динамике. Помните этот кейс? Он рассказывал о том, что когда они жили в Штатах, учились в университете, были настолько бедны, что иногда по полмесяца были вынуждены питаться там тремя бананами в день. Бананы тогда, говорит, были очень дешевые. После того, как закончили университет, буквально через несколько лет они уже жили с видом на Централ Парк, они были очень материально обеспечены, их социальный прогресс был огромным. Вот эту скорость, возможность движения по социальной лестнице Саакашвили назвал демократией. Чего это называется? Меритократия. В обществе, в котором люди обсуждают идеи, в котором идеи являются главной ценностью, являются наилучшим продуктом, в этом обществе будет процветать меритократия. Это общество будет двигаться быстрее остальных. Многие видели эту картинку, правда? Здесь вот этот маленький кричит «тагил». Ну, будучи человеком, который работает в туризме, я не могу не поговорить о путешествиях. Когда я вижу людей, которые путешествуют, я вижу разные причины. Некоторые люди путешествуют для того, чтобы провести время с близкими. Если это единственная цель, тогда идеально подходит пляжный отдых. Ну, например, вот такой. Я знаю несколько людей, которые, когда ездят на Иссыкуль, озеро никогда не видят. Их много, да, видимо? Окей. Ну, потому что вот этот вид обычно достаточен. Ну, есть более продвинутый способ провести время с близкими, это поехать по достопримечательностям. Мы едем, мы фотографируемся, вывешиваем, и все нам завидуют. А, вы тоже для этого это делаете, да? Меня радует, что появился третий тип путешественников. В Кыргызстане уже появился. Мы разработали… Вот год назад мы побывали в Грузии. Мы поняли, что все, что рассказывают нам продвинутые люди о Грузии, правда. Мы поняли, что увидеть грузинский опыт должен каждый Кыргыз. Потому что Грузия в 2003 году находилась в гораздо более худших условиях, чем мы в 2003. И до сих пор в Грузии есть трудности, которые мы уже прошли. Например, малый и средний бизнес, по-моему, у нас разве лучше. Но реформы, которые делают грузины сегодня, поражают. И мы тогда решили, что попробуем сделать такой тур, в котором люди будут общаться с политиками, с диссижн-мейкерами, узнавать больше о том, почему у Грузии все же получилось. Мы сделали такой тур. И на наше удивление довольно большое количество людей откликнулось. Несколько… у нас уже групп съездило, мы готовим еще. И меня радует, что появляются путешественники, которые воспринимают путешествие как инвестицию в себя. Путешествие… вот у нас очень часто ментальность как бы прийти к путешествиям, потому что вы вроде как тратите деньги на воздух. Да, вы вернулись, у вас остались только фотки, казалось бы. Но можно, оказывается, съездить так, чтобы эти затраты оказались инвестициями, благодаря чему вы начнете зарабатывать, потом больше вернувшись. Находите идеи. Идеи не всегда лежат в достопримечательностях. Идеи иногда в очень простых местах. Вот эти идеи меня радуют даже больше, чем достопримечательностей. Там можно научиться многому, там можно придумать новые идеи, можно создавать новые бизнесы, вернувшись оттуда. Вот это называемое путешествие по идеям. Чем больше людей в Кыргызстане начнет путешествовать для того, чтобы инвестировать в себя, тем быстрее мы начнем меняться. Мы должны перепрыгнуть на более высокий уровень. Как это можно делать? Есть два способа. Чтобы проиллюстрировать их, приведу вам вот это. Что слева? Да, это вид сверху на парк Панфилова. Вот такая звезда. Кто-то говорит, что красноармейская, кто-то говорит, что сатанинская. Что справа? Если кто-нибудь угадает, вы чемпион. Но я бы тоже не угадал. Это гайд парк. Ну все мы слышали там, когда мы учили London is the capital of Great Britain. Мы учили, что гайд парк – это очень классный парк. Но если хорошо смотреться, разница оказывается между двумя парками в том, что вот парк Панфилова, он такой правильно структурированный, красиво нарисованный, спроектированный и сверху смотрится хорошо. А гайд парк, видите, это очень много дорожек, которые там непонятно как расположены хаотично. И кажется, какие глупые люди делали гайд парк. Какие умные люди делали парк Панфилова. Так ли это? Тогда почему мы так плохо живем, если мы такие умные, да? Может быть дело в другом. Может быть дело в том, что когда гайд парк открыли, позволили людям ходить там, где им удобно. И люди начали прокладывать тропинки, которые были удобнее всего для них. И те тропинки, которые были удобнее для большего количества людей, они становились более конкурентными, да? Они протаптывались, по ним становилось удобнее ходить. И таким образом протаптались все тропинки, которые мы видим перед вами. Видите, они не обязательно правильной формы. Их преимущество в чем? В том, что у нас в парках, которые красиво прочерчены, что происходит, когда люди хотят идти так, как им удобно? Они вынуждены идти по газонам. И вынуждены прочерчивать тропинки между красивыми тропинками. Что делает неумное государство обычно? Начинает бегать, ставить таблички, ходить по газонам запрещено, штраф 500 сом, нанимать людей, которые будут охранять, ругаться и так далее. На Секуле есть несколько пансионатов, которые так берегут свой газон, что потеряли очень много клиентов. Для меня это то же самое, что с идеями. А вот слева это вариант с идеологией. Когда мы говорим, нам нужна идеология, пришло время для идеологии, нам нужна вот такая вот монаст может быть, да, это будет. То мы уподобляемся этому парку. Мы хотим прочертить дорожки, и мы хотим, чтобы все идеи шли по этим дорожкам. Мы не учитываем того, что умные люди будут хотеть ходить между дорожками, потому что они так удобнее, потому что они думают иначе. Парадокс заключается в том, что в этом случае самые конструктивные, самые созидательные люди окажутся диссидентами. Они окажутся теми людьми, которые не вписываются в общую идеологию. Потому что прогресс делается вот такими людьми. Поэтому я думаю, что нам ни в коем случае нельзя говорить и спрыгивать на разговоры об идеологии. Нам нужно создавать много-много площадок. Я думаю, каждый человек, который здесь находится, должен подумать о том, какой мини-тедекс он может организовать. Для своих ближних, для школы, в которой учится, преподает, в которой учился, в университете, для университета, для компаний, в которой работает. Мы должны организовать как можно больше площадок для обсуждения идей. Тогда через конкуренцию у нас начнут прочерчиваться самые оптимальные дорожки. Почему это важно? Еще раз. В декабре я побывал в одной из соседних стран, не будем называть имен. Я общался с людьми, которые обладают моим примерно социальным статусом, уровнем дохода, примерно в этой же отрасли работают. Я понял, что у этих людей абсолютно иной образ жизни. Встречаются раз в месяц с бывшими однокурсниками, черная касса у них. Общаются только с теми, с кем работают, общаются только с теми, кто живет с ними. Жена этого моего, допустим, коллеги, она видится только один раз в месяц со своими родственниками. Она не работает. Ее круг общения еще короче, еще уже. Я понял, что огромная разница, ну и это, кстати, является довольно распространенной нормой для этой страны. И я понял, что наша разница, отличие нашей страны сегодня, уже сейчас от наших соседних стран в том, что у нас площадок для обсуждения идей больше. И процент людей, которые обсуждают идеи, гораздо больше. Сегодня мы пока не видим того прогресса, который хотели бы иметь. Сегодня не каждый из нас гордится страной, в которой живет. Сегодня у нас у каждого есть много друзей, которые считают, что лучше жить вне Кыргызстана, чем в Кыргызстане. Если мы хотим изменить это, давайте обсуждать идеи. Потому что еще раз, у нас есть только вариант успеха или вариант провала. Ну и здесь вы, наверное, знаете про опыт на Кашимайланд, да, когда обезьян приучали мыть батат. Ну не приучали, им кидали батат на песок. Одна обезьяна научилась мыть этот батат перед тем, как есть, научил вторую, третью, четвертую. Так это знание распространялось постепенно, медленно. Пять лет ученые наблюдали за этим феноменом. Но потом однажды, когда… и это так, вот каждый день по одной обезьяне прибавлялось, предположим. Потом однажды, когда обезьян, предположим, в 99 стало, наступил момент, когда присоединилась сотая обезьяна. В этот момент знания стали распространяться молниеносно и сразу же во все стороны. Все обезьяны на острове стали обладать этим знанием. И все обезьяны на соседних островах тоже. Этот эффект называется эффект сотой обезьяны. Что этот эффект означает? Этот эффект означает, что в каждом обществе есть критическая масса. Как только мы эту критическую массу накапливаем, идеи начинают распространяться быстрее. Какова эта критическая масса? Другие ученые, исследуя феномены арабских весен, арабских революций, пришли к выводу, что достаточно 10% саппортеров. Если у какой-то идеи есть 10% сильных саппортеров, людей, которые готовы бороться за эту идею, эта идея начинает распространяться взрывными темпами. Так что нам не нужно переубедить всех. И когда нам говорят, почему TEDx только для маленького количества людей, мы должны консолидироваться, мы должны найти очень много единомышленников, мы должны убедить друг друга, мы должны спорить и ругаться по поводу джигализма, или по поводу того, что мы воины, или по поводу того, что в семье должно быть там не больше двух детей, да, или по поводу значимости крыльевского языка. Давайте обсуждать любые идеи. Это все будет увеличивать вероятность того, что мы будем иметь этот секс. Последнее это маленький тест. Проверьте, кто вы. Не всем видно, да, и поэтому я быстро прочитаю. С кем вы больше всего общаетесь? С родственниками, с одноклассниками, с единомышленниками. Проверьте. Зачем вы пришли на TEDx? Послушать умных людей. Да, пришли на людей посмотреть, потом рассказать. Этот, оказывается, достаточно умный. Этот что-то какой-то… TEDx это модно. Круто, да, сказать друзьям? Я был на TEDx, и ты не был. Но вы можете взорвать здесь свой мозг идеями. За кого вы голосуете обычно? За того парня, который симпатичный, с оголенным торсом, или наоборот в хорошем костюме. За того, который строит детские площадки и рассказывает, какой он хороший. Или за того, кто предлагает идеи, в которые вы верите. О чем ваши твиты в вашем твиттере? О том, какой вы уникальный, о том, что вы делаете. Пошли вы попить кофе, находитесь здесь. Или ваши твиты больше о том, какие идеи вы видите за тем, что происходит с вами. О чем ваши фотографии? На этих фотографиях в основном вы со своими друзьями, или там с какими-то значимыми людьми. На этих фотографиях в основном достопримечательности, или вам уже не нужно делать фотографии, потому что вы формируете идеи, вы ищете идеи в своих путешествиях. Может быть, вы фотографируете, но фотографируете только то, что напомнит вам какую-то идею. Если для вас презентация бесполезна, может означать, что спикеры ужасные сегодня. Может означать, что TEDx плохой, карман плохо готовит спикеров. Может означать, что вы ищете, к чему придраться, а не ищете идеи. Хорошего дня всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...